перед началом ролика хочу поблагодарить ребят которые задонатили на прошлом стриме на эти деньги я купил вот такой вот треножку чтобы можно было и с рук стримить и ставить сразу в общем удобная штука и петличку заодно приобрел на которой сейчас кстати пишу звук то есть все донаты пошли в дело мы прогрессируем качество контента растет и меня это очень радует а теперь основная тема ролика о том как мы задалились краской да прерываю серию летних видосов дабы рассказать вам о том как я под конец года съездил за красочкой в прошлый раз такой движ вам понравился поэтому поведаю вам как это происходило в этот раз у меня осталось немножко стикеров с прошедшего мостика буду подклеиваться по дороге а так ролик об этом мероприятии обязательно выйдет на канале так что рекомендую вам шмякнуть колокольчик дабы ничего не пропустить лишним нибудь да кстати забыл сказать ко мне присоединился ростик с канала в маске все по канону как прошлый раз постоянно этим занимаешься ты такой ну монтаж и монтаж ладно типа по посижу два часа после работы это поделаю когда ты после перерыва начинаешь тем этим заниматься то ты такой тихо прячет это надо нарезать что так стоп что я сейчас сделал так не подожди так аудио надо вы чего блять переходы напоминаю что в арт квартале действует мой промокод кадама которая дает вам десятипроцентную скидку и начисляет на мой депозит бонусы которые я сейчас приехал тратить интересно это акрил или это фото или это эпоксидка красотища вон там мне нравится ремонохромная да стильная кстати похожа на змеиную кожу вообще зачем нужны художественные материалы для того чтобы творить правильно то есть я не собираюсь становиться просто говорящий головой на ю тубе нет не особо как бы впирает впирает но больше мне нравится рисовать и делать что-то своими руками поэтому параллельно я буду рассказывать о том что происходит в моей мастерской красной нитью в течение всего ролика я буду показывать процесс создания своей новой работы я спросил в комментариях что вам хочется смотреть вылазки или крафт в подвале ребята писали и то и другое учтем и будем комбинировать попробуем как это будет меня цепанул формат объемных работ я решил разогнаться по этому направлению и на очереди у меня кратос из игры готов вар с крафтом конструкции мне как всегда помогает рамки залог хорошего результата это заранее подготовленные заготовки зашлифованные загрунтованные нужно сделать все возможное чтобы когда ты взялся за роспись поверхность была идеальной вот такого как короче пострелять по нему из разными патронами где вот об этом не угроз но они все стоят 280 рублей я не хочу как бы тратить 280 рублей на того что я буду стрелять даже здесь не звучит неправильно как же люди покупают эти скульпты тактические ли сколько не нет нет которая знаешь имитирует органы как они в это стреляют это запаковано вообще по звуку нет ничего а это маркер по фарфору и керамики не пацаны забейте оверопрайс но это 450 рублей вот есть маркет на стекла за 135 нормально что-то солидная поставить это типа как мел и не таким нянем это поставить это немножко другой мелом короче пожёстче постели на такая можно там растушевки всякие контур акриловый и он желтый елок искусственно снегу числа что лицо сеток вот это нормальная тема есть тип краска по ткани смотри текстиль дизайн декорейшн спрей не использовала стоит касается такие вот банды бандочки бандочки если правильно прогладить она живет очень долго если прогладить неправильно или прогладить ну или там типа просто очень жирный слой сделать она рассыпется за полгода стирок а тонким слоем типа два раза утюгом и щека я тоже кстати недавно думал о том что когда мы рисовали этот фартук мы же нифига не гладили я не думаю что ночью будет стирать в общем да кстати такие вещи что смогут присушить мне кажется всем красном уляпается попадать такие магазины замечаю что на самом деле ассортимент колоссальный то есть ты можешь подобрать все что тебе нужно но сначала надо понять что тебе нужно я как бы уже определился что самое важное для меня это то чтобы краска сохла быстро и это все в принципе это было основной критерий по которой я выбирал и выбрал акрил для меня важно чтобы краска сохла побыстрее чтобы я мог наложить новый новый слой трафарета и при этом не отпечаталась ничего не смазалась вот это вот все акрил вот это единственный вариант который я себе подобрал плюс помимо краски и кистей мне нужны еще всякие вспомогательные штуки типа коврика ножи и вот это все коврик мой уже давно истрепался я его весь изрезал но тем не менее пользуюсь но иногда такой думаю блин периодически даже такой задумываюсь лучше фанерку взять на ней порезать правнее будет все эти рытвины и вырезы царапины они все-таки сказываются на чистоте среза скажем так тут режешь режешь ровненько потом хоп скользнула куда-то это уже соответственно на работе отображается так что взял новый выборка трафарета является немаловажным процессом и к ней нужно относиться не менее щепетильно если у тебя есть хорошая кисть то и ножичек должен быть соответствующим не все нужные мне оттенки существуют в баночном варианте в этом плане мне очень нравится акрил тем что его можно смешивать добиваясь нужной палитры ну и собственно нанесение конечно же специфическое недавно открыл для себя меламиновые губки у них очень мелкая пористость что позволяет наносить равномерный слой с более ровной фактурой я уже давно понял что детализацию лучше отрисовывать от руки нежели пытаться все вырезать получается намного проще и качественнее этап с трафаретами завершён все остальное делаю кисточками посмотрите вот я художник мне так можно еще можно смотрите пацаны чисто уникальный предмет смотрите шопер который существует единственном экземпляре значит принт отпечатан лично же как джек привет джек и джек и сделай красиво вот это вот он вырисовал бомбу бомбу печатал уже к сшила тоже не менее уважаемая женщина вот эта ткань это хорошим мембраном короче водонепроницаемый шопер короче молния типа тоже крутая водонепроницаемые все швы должны быть проклеены короче вот вот они проклеены типа цветной лентой и это тупо уникальный предмет в единственном гендаре существует похвастается а у вас такого нету х хочу просто похвастаться получается так так я конкретно приехал за черным амстердам я помню где он был прошлый раз я приезжал его не было что-то вот такой но это синий да ну или the black вот я такой брал это она же краска акриловая черный оксид черный оксид не они меняют разные цвета короче короче судя по названию здесь железно-оксидный пигмент здесь саду сажа короче сажа она будет серий да 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 я понимаю железно-оксидные стойки кое по звучанию и они дают насыщенный цвет но к сожалению на 120 здесь нет такой да а я короче как-то вот взял и вот вот именно вот такую штучку и полюбил как она ложится как она вообще лайна из нее получается делать офигенно вот можно конечно взять еще одну такую черную что-то еще для пробы взять ну кампус я уже точно пробовал и ну хороший но хочется что-то уже такое а серьезно как это я тоже видел но ни разу не брал абстракт черный это это белый титановый да да белый титановый ну вот белая краска но она стоит он считает всю двух дужку ты потрачу короче скорее всего я возьму сажу газовую для меня черный цвет является фундаментальным я готов поскупиться на многое но не на черный line и контура это то что действительно приносит мне удовольствие ну их нанесение вы поняли даже если в работе будет отсутствовать какой-либо цвет кроме черного я вообще не обломаюсь вот поэтому всегда беру его из топового сегмента дюст наполеона за трех у наполеона ходит сейчас москве блины нет я нет ван гог как лицо бренда ну слушай уважаемо так а вот этот человек уважаемый я не знаю к сожалению кто это будда да это я не особо силен в азиатских даже азиатской религии правильно не особо серединировать подожди ну их там было несколько будда ну вот это статус ну я возможно опростоволосился сейчас очень сильно но я это вырежу да вырежу пожалуйста вообще я ехал чисто за черным акрилом и после того как взял его у меня оставались какие-то еще деньги на депозите я думаю о чем еще взять и вот всю голову сломал вообще никогда не думал что у меня будут такие проблемы с этим казалось бы перед тобой такое разнообразие что хоть что и бери но хочу еще нужно вот краска есть вот уже считай все холсты не нужны все остальное ну короче вот я никогда не думаю что мне такие вопросы встанут передо мной что сложность в том что взять на халябу в художественном магазине это интересный момент бумажка бумажка за три ну это же не одна мне кажется тут целый ну слушай доски чай купить это бичу формат приличным кажется бомбаса ну что он мне прислал свой скетчбук целиком просто такие фотки у него вечная проблема то что он так на развороте кого-то рис на но это да опять мы вернулись к амстердаму но здесь уже ну красиво просто блин тут интересно конечно это красотище вот это но это флюрка но флюрка смотри о боже сколько она стоит нам дороже в любом дороже ценник тут один флуоресцентная краска всегда являлась моей слабости в хорошем смысле то есть я не могу просто так взять и пройти мимо всех этих кислотных завораживающих цветов своих работах хоть чуть-чуть да какие-то акценты с помощью нее все-таки делаю если вообще не всю целиком смотрите теперь у нас кратус косплеит геральда такой краской можно разные фишечки мутить в общем как вы поняли я не удержался и хапану сразу два тюбика по 120 миллилитров я не могу оторвать глаз это очень классно выглядит я пока явно что-то отложу сейчас возьму просто и вот доплатить можно если чуть дамгами физически пойдем паску смотреть паску мы пошли посмотрим маркер паска тоже все далее я ничего не хочу сказать да ну не знаю я знаешь частенько ну такая всякие тик-токи где именно паска рисует а то что он есть везде и в леонардо можно сказать что вот у них хорошие вообще хороший маркетинг я но для с дня для скетчей без для скетчей это нормальный вариант из типа это аналог молотовского инфу ролла то есть он пишет по всем поверхностям просто но если вы выбираете себе такой маркос на купить себе же он про пожалуйста но они это не нормальная тип базара ноль просто если сопоставлять качество цену качество и цену вот паски качество и цену молотка но я не я давно не был в гэме и в остальных магазинах как бы может и жестоко ошибаюсь но мне кажется целесообразнее взять молоток но опять же если вы сюда пришли за акрилом и такие в филе не идти короче ну разница будет не очень большая вот ольфа это вот вот ольфа могу респектануть ольфа делает очень хорошие ножи они реально того стоят тут короче нету по моему моего любимого ножа такой типа с гаечкой внутри вот он вообще кайфовый но ольфа делает очень хорошие у меня тоже есть один мой любимый ольфа прям вот это в принципе само по себе довольно такой нищий рисунок дает но и сама идея прикольная то что можно взять поролон и вырезать вообще на нём на виду у меня кстати есть видос о том как можно вырезать вообще все что угодно на поролоновых валяках вот ссылочка там будет где-нибудь здесь наверное да можно посмотреть на на освежить памяти как ты пишешь это все сейчас я сейчас опиром сюда уже роде привет кстати ради вону привет расписываем я тоже я тоже так преду скажу ваш куртры прислали отдельно хочу отметить конечно продавщица которая так звучит конечно продавщица ну чё персонал магазина довольно комфортно консультировали я лично это все очень люблю и ценю потому что иногда бывает такое заходишь в магазин такой вроде как и надо спросить а вроде как и не хочется и что-то такое надеюсь принципе все так легко произошло мы быстренько подсказали посоветовали то есть отдельный лайк помимо всего прочего нам еще целую кучу подарков надарили закрепляем материал в арт квартале онлайн оффлайн неважно при использовании промокода кадама вы получаете десятипроцентную скидку не ограничивайте себя пользуйтесь на здоровье любое творчество подразумевает под собой трату ресурсов как ментальных так и материальных все эти запасы следует пополнять каждый это делает по-разному но сегодня я поделюсь с вами способом который работает чисто со мной когда я морально истощен меня заряжают приятные визуальные образы поэтому среда моего обитания обильно увешана подобными артефактами небольшой пример у некоторых людей наступает такой момент когда ценой своих усилий первый раз в солянова побеждаешь мунглорн и из него падает трофей который олицетворяет что ты бездарно проебал последние несколько часов своей жизни но ты сделал это сам своим потом и кровью воздрузив его на стену он всегда будет напоминать тебе о твоем величайшем поступке каждый раз когда ты находишься рядом при визуальном контакте он будет одаривать тебя теплом отсылая к этому замечательному моменту это всего лишь один из раскладов ну суть подобных вещей и надеюсь вам передал предметы искусства способны бафить вас но не у всех есть возможность завладеть ими в данный момент объявляю что такой вариантик все-таки есть смотрите эта работа не продается я хочу чтобы великий рандом определил ее владельца чтобы стать ее обладателем нужно попасть в список из которого мы будем определять победителя путем доната от 300 рублей вы попадаете и ровно через неделю следующее воскресенье мы на стриме вычислим трех счастливчиков один из которых получает панно а двое остальных по стикерпаку в любом случае вы здорово поддержите меня и моё творчество и тем самым я восстанавливаю свой ресурс для дальнейшего создания контента получается такой некий симбиоз от которого всем хорошо уверен что хоть кто-нибудь из вас меня понял ссылка в описании у тебя эта привычка короче с ковида осталось да нет у меня просто кэр у меня эта привычка была до к вида поэтому когда ковид начался я вну для меня не изменилось вообще а то что стало медицинские маски нужно носить я вообще кайфа ну типа я не знаю что че все барагозят наоборот по кайфу ты идешь такой ебальник закрыл идешь довольно хорошо красиво не кашляет на тебя никто зато дышишь ну знаешь она нечистым воздухом но иллюзия создается как лучший момент чтобы создавать воспоминания сейчас мы получается так получается создаем воспоминания пиджины ездебно своя что там за подарки нам надарили будем рассматривать на стриме прошу по-братски оценить ролик залетайте в комментарии и заодно лайчонка до новых встреч ну давайте вот на этом и закончим